Изучение языка это нелегко, а иногда даже ужасно. Но с правильным подходом вы можете все это перебороть и достичь результатов, которых вы хотите достичь. Поэтому в этом видео мы поговорим о вещах, о которых вам не говорят, когда дело доходит до изучения английского языка. Или в целом любого иностранного языка. Поехали. Терпение. Нужно много терпения. И нужно это делать с верой. С такой, знаете, слепой верой в то, что все, что вы делаете, у вас получится. С самого начала, когда вы начинаете учить язык, вы хотите это делать. Вы очень замотивированы, вы рады, какие причины вас заставили это делать. Все это у вас в голове очень свежее. И вы просто спите и видите, как вы разговариваете на этом языке свободно. И вы хотите учить, у вас нет проблем сесть и что-то поучить, записаться на курс, что-то поучить. Вообще ноль проблем. Но потом постепенно этот период начинает проходить. И это рвение, и эта мотивация начинает ослаблять. И начинается фаза разочарований и в целом неприятных ощущений. И вот эта вот типичная черта любого ученика, любого языка, это то, что вы не делаете это так быстро, как вам хотелось бы. Что вы не, возможно, не прилагаете столько усилий, сколько бы вы теоретически могли. И вы думаете, что вы ленивый человек. Даже если вы не ленивы, вы начинаете вот эти вот придумывать себе истории у себя в голове, что вы ленивы. И что вы могли бы усерднее заниматься и прилагать больше усилий и больше времени. Но вы должны понимать, что даже если у вас было бы бесконечное количество времени, все равно есть предел у вашего мозга, есть предел, который он может осилить. Выучить 100 слов за один день невозможно. И даже если бы у вас было много времени, все равно есть определенное количество информации, которую вы можете усвоить и усвоить эффективно. Поэтому вы должны стремиться к тому, чтобы это был очень такой стерий процесс. Вы не хотите вот так вот. Я учу усердно, бросил на месяц. Учу усердно, снова бросил на месяц. Вы хотите, чтобы это все было постепенно и равномерно. И для этого вам нужно много терпения. Вы должны верить в то, что все ваши вот эти вот регулярные занятия, хоть даже маленькие, приведут к результату, который вы хотите в дальнейшем. Поэтому нужно немножко потерпеть. Я знаю, это не то, что вы хотите сейчас слышать. Я прекрасно вас понимаю. Но такова реальность. Ты всегда недоволен. И это факт. Это просто факт. Вы учите язык, вы учите, учите. И я только что мы говорили о том, что вам всегда недостаточно. Вы всегда чувствуете, что вы могли бы это делать быстрее, лучше, усерднее, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но вы должны реалистично понимать, что если вы занятой человек, у вас работа, семья, учеба, не важно, бла-бла-бла-бла-бла, и вы действительно уделяете столько времени, сколько вы можете. И время это еще не самое главное. Еще есть энергия. Если вы тратите всю вашу оставшуюся энергию на изучение языка и больше у вас нет, то вы делаете все, что вы можете. Поэтому вы должны понимать реалистично, что не у всех одинаковое время, не у всех одинаковые запасы энергии. И поэтому все, что вы можете делать, это делать все, что вы можете Если вы уже делаете все, что вы можете, то о чем мы вообще-то здесь говорим Второе, это если вы знаете кого-то, кто делает то же самое, учит тот же самый язык Но, возможно, этот человек зашел чуть дальше, возможно, этот человек начал чуть раньше И имеет чуть больше опыта, и, естественно, запасы, и умение этого человека чуть выше Вы начинаете завидовать Вы начинаете, вот у вас начинают кипеть эти негативные эмоции, что, блин, я хочу точно так же, почему вот он или она так может, а я до сих пор так не могу, я просто лузер. И вот начинается вот это вот все. И некоторые люди этим мотивируются, но все равно есть такие люди, которые могут демотивироваться этим и, ну, расстраиваться еще больше. И это абсолютно нормально, потому что если вы чувствуете вот эти вот все эмоции, если вы проходите через это все, это значит, что вам не все равно. Это значит, что для вас это действительно важно и это хороший знак. Это довольно-таки здоровый процесс и это здоровый адекватный шаг в этом процессе. Поэтому позволяйте себе чувствовать все эти эмоции, не отрицайте их, не убегайте от них, а прочувствуйте и запомните, каково это. Запомните, как вообще, что это такое и вот эта вот боль и расстройство и разочарование, что вы чувствуете. И позвольте этому всему дать вам энергию и драйв и мотивацию, чтобы учить язык. Я английский язык, ну, учил уже довольно-таки давно, прошло много времени и поэтому все эти боли для меня, ну, как бы я помню, но не помню. И вот сейчас, когда я несколько месяцев назад начал учить новый язык абсолютно, это вернулось ко мне просто, как поездом меня сбило. И вообще это видео в целом было вдохновлено моим опытом сейчас изучения корейского языка и каково это вообще, ну, начинать. И вот эта вот комбинация вот этого и моего опыта изучения английского столько лет назад, это все сложилось вместе и напомнило мне о вот этих вот всех вещах. Чем больше ты учишь, тем больше ты начинаешь бояться. Когда вы только начинаете учить язык, вы вот заучиваете вот эти вот простые фразы, hello, how are you, thank you, please, give me, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вам не терпится с ними поиграться. Вы учите вот эти вот фразы и вы хотите их говорить как можно чаще, потому что, ну, вы рады. И, знаете, есть такой элемент детской радости, вот этой вот детской игривости. Вы хотите очень попробовать все эти высказывания как можно больше раз. И потом, когда вы начинаете учить больше, начинаете заходить в территорию там грамматики определенной, всякого такого, вы начинаете бояться. Потому что вначале вам нечего было терять. Вы знаете эти фразы, и это очень круто. И вы начинающий, и вы знаете, вы каким-то образом даже впечатляете людей. Потому что вот я только что начал изучать английский язык. Can you help me, please? И люди такие, вау, вот это да, ты молодец. И потом начинается вот этот вот период, ну, не то чтобы застоя, а период страха. Потому что чем больше вы знаете, тем больше вы боитесь потерять. И вы начинаете держаться за этот статус, за эту репутацию. Вот я уже не начинающий, я уже учу этот язык 4, 5, 6 месяцев, неважно сколько. И, ну, я должен быть уже на определенном уровне. И вы создаете вот эти вот все ожидания у себя в голове для себя. И вы боитесь. И когда вы попадаете в ситуации, где вы можете попрактиковаться, вы начинаете сомневаться. И вы начинаете бояться и нервничать. Потому что вам уже есть что потерять. И вы в этом неприятном месте, когда вот эти вот все простые элементарные вещи, которые вы выучили, когда вы только начали, уже не приносят вам столько радости. А вот эти вот сложные-сложные конструкции и продвинутые вещи вы еще не знаете. И вы вот в этом месте посередине, в этом застое, в этом плато. И это тоже абсолютно нормальная вещь. Это очень важный шаг. И здесь начинается вот этот важный момент, который будет просто диктовать, как все у вас пойдет дальше. И то, что я люблю делать и рекомендовать людям, это вам нужно сменить то, как вы это делаете. Вам нужно поменять ваш подход, вам нужно немножко освежить вашу рутину. И у нас есть отличный курс, который называется «Lotage Media to Advance», который был как раз таки создан для этого. Я не буду много про это болтать. Я оставлю просто ссылку в описании, где вы можете почитать про этот курс, все, что вам нужно, и решить, хотите вы в нем участвовать или нет. Произношение очень-очень важно. Потому что, когда вы в этой ситуации, когда вы начинаете нервничать, стесняться и бояться, и расстраиваться, произношение – это та вещь, которая действительно может вас спасти. Это, знаете, как стена, которая защищает вас от вот этого всего негатива. Вам не обязательно говорить прям, как американец, чтобы хорошо говорить на английском языке, и чтобы люди впечатлялись от вашего уровня, и чтобы люди понимали вас и хотели с вами разговаривать. Работа над произношением – это просто вы подчищаете то, как вы говорите. И это помогает вам быть понятыми, и это помогает вам понимать других людей. И в этот момент, когда вам больше всего нужен этот буст уверенности, да, когда вам нравится, как вы говорите, звучание вашего английского языка или любого языка, который вы учите, вы хотите говорить больше. И чем больше вы говорите, тем больше у вас практики, и чем больше у вас практики, тем быстрее и качественнее вы делаете левел ап. И все. Поэтому я крайне рекомендую вам поработать на произношение. У меня есть курс, как многие из вас знают, по произношению, где я преподаю вам конкретные аспекты, артикуляции каждого звука. Надеяться на ваш слух – это не очень хороший подход, потому что, во-первых, не все могут это слышать, и даже если вы можете это слышать, не факт, что вы можете это повторить. Если я вам говорю «поставьте язык вот сюда, сделайте губы в такую форму», существует всего один способ это сделать. И сделать после этого этот звук неправильно просто невозможно. Этот способ – это самый гарантированный способ достичь хорошего произношения. Поэтому я тоже оставлю ссылку на это дело в описании, вы можете почитать, посмотреть все и решить, хотите вы или нет. Словарный запас – это король. Особенно, когда дело доходит не то, чтобы говорение или письмо, а просто понимание английского языка в звуковом или текстовом формате, когда вы слушаете или читаете. Даже если вы не знаете грамматическую структуру предложения, на которую вы сейчас смотрите, например, если вы знаете большинство слов в этом предложении, вы можете догадаться, о чем идет речь. И это очень сильно. И это прибавляет баллы к вашей уверенности в себе в этом языке. И даже когда вы учите грамматику, вам намного проще освоить аспекты этой грамматической конструкции, потому что вы можете создать больше примеров разных вариаций просто, потому что вы знаете такое количество слов в английском языке. Поэтому работа над вокабуляром – это очень важная работа. Не забывайте, не отвергайте, делайте это. И знайте, что это вам очень поможет не только в том, как вы владеете языком или понимаете язык, или учите грамматику, но и в вашей уверенности в себе, потому что это очень важно. Изучение языка – это, знаете, такой humbling experience. И вы должны искать эту уверенность в себе везде, где вы можете. Грамматика помогает вам чувствовать себя увереннее. Даже если вы еще на уровне hello, how are you, I'm from whatever, бла-бла-бла-бла-бла. Если вы выучите что-то такое, знаете, очень интересное, типа как I have been learning English for пропуск months. Это довольно-таки прикольно, да, когда вы начинающий и вы такими вот очень интересными структурами начинаете пользоваться, да, когда вы заходите за пределы вашего уровня немножко. Иногда это нужно делать. Даже если вы начинающий, выучите вот эту вот фразу и потом используете ваш другой вокабуляр в такой же структуре, в такой же конструкции. I have been learning English for blah-blah-blah months. I have been playing golf for two years. I have been living in blah-blah-blah-blah for blah-blah-blah years. И вы начинаете, вам начинает, вы начинаете комфортнее себя ощущать с вот этими вот небольшими прыжками на уровень выше. И это помогает вам. Это когда вы чувствуете хоть какой-то запах уверенности, вы должны хвататься за него и не отпускать. Поэтому не рассматривайте грамматику как что-то скучное, что-то научное или академическое. Рассматривайте грамматику. Это как новые способы связать ваши слова вместе, которые могут помочь вам вашей уверенности тоже. Только олдскульное письмо. И для меня это новая вещь. Сейчас, когда я начал учить корейский язык, раньше, когда я учил английский язык, 2011-2012 год, это было до сих пор еще нормально, абсолютно писать от руки. Сейчас же все печатают, где-то и на всех девайсах есть автокоррект. И это большая-большая проблема. Потому что вы не запоминаете про описание слов. Какая буква там, как это слово пишется, это очень-очень плохо. Поэтому, когда вы практикуете язык, пишите олдскульным способом. Ручка и тетрадка. Пишите, как писали раньше. Я чувствую себя таким старым, когда я так говорю, боже мой. И знаете, даже дело не в этом. Дело в том, что когда вы печатаете, это такое... Вы не вдумываетесь в то, что происходит. И автокоррект, и подсказки, это все нормально. А когда вы пишете от руки, вы как-то больше вкладываете, вы обращаете больше внимания на то, что вы делаете. И это помогает вам изучать слова, пополнять ваш словарный запас намного быстрее. Запоминать, когда вы пишете это слово от руки, вы запоминаете это слово намного лучше, нежели когда вы печатаете его, еще там автокоррект вылазит, и, конечно, забыли сразу, вы напечатали и забыли сразу. Поэтому пишите олдскульный, олдскульным методом. Не учитесь только у одного человека. Это тоже новая вещь для меня, потому что когда я учил английский, в 2011-2012 год, не было еще доступно столько информации, сколько есть сейчас. И сейчас информации куча. И многие люди смотрят на это, как на негативную вещь, что столько разной информации, непонятно, что выбрать. А зачем выбирать? Впитывайте все. Зачем вам выбирать? Столько разных учителей, да? Если вам нравится мой контент, прекрасно, я очень благодарен. Если вы хотите заниматься со мной, если вы проходите мои курсы, очень здорово, спасибо большое. Но это не значит, что я лучше всех. Далеко нет. Далеко нет. И в интернете столько разных преподавателей английского языка, да на YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, столько веб-сайтов, столько аккаунтов, столько блогов. Смотрите все. И учите все. Все равно это одна и та же цель. Английский язык. И каждый из нас имеет свой путь и свой способ подхода, но все равно к одной и той же единой цели. Поэтому, если вы учите одну и ту же грамматическую конструкцию тремя разными способами, это только лучше. Это только на пользу. У нас у всех есть свой стиль, у нас у всех есть свой вкус. Это как Баскин-Робинс. Это все мороженое, но просто разные вкусы. И вы, когда заходите покупать мороженое, вам же нравится не только один единственный вкус. Есть несколько разных, которые вы любите. Поэтому столько информации есть. Берите все. Берите все. Зачем вы ограничиваете себя? Не учитесь только у одного человека. Учитесь у нас всех. Ну и последнее. Сделайте это привычкой. Изучение языка это не какой-то умопомрачительный подвиг или какое-то невероятное действие. Это обычная, это просто обычная вещь. Это как чистить зубы, умываться, принимать душ, заниматься спортом. Никто за это вас не похвалит и не будет вас admire как-то... Никто не будет смотреть на вас как на супергероя. Это обычное абсолютно дело. Поэтому относитесь к этому как к обычному делу. Сядьте, вы получите что-нибудь, хоть что-нибудь, не важно что. И потом вы дойдете до такого момента, что это будет просто обычным делом. Вы будете посадиться это делать, даже не думая об этом. И это просто прекрасно. Поэтому не воспринимайте изучение языка как какой-то подвиг или что-то большее, чем это есть. Это абсолютно обычное дело. Превратите его в привычку. У вас много есть разных привычек. Это еще одна. Ну, на все, дорогие друзья, спасибо большое за просмотр этого видео. Я очень рад делиться с вами этими всеми вещами. И, ну, я, знаете, в последнее время я как будто заново родился. Поэтому я очень рад быть здесь. И я очень рад, что вы смотрите и вам интересно и что вы чему-то учитесь. Оставляйте ваши предложения или вопросы в комментариях. И, возможно, я отвечу на них в следующих видео. С вами был Веня Пак. Продолжайте учиться. Не сдавайтесь. И мы увидимся с вами в следующий раз. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok